добрый день всем кто подключился на наше информационно обучающее мероприятие зовут меня косилов игорь анатольевич мы сегодня с вами поговорим о порядке внесения изменений в реестр лицензии как это происходит что на что нужно обратить внимание и так далее вроде бы мы уже достаточно всем понимаем каким способом осуществляется с внесение записи в реестр лицензии скажу сразу же что реестр лицензии это у нас получается реестр лицензии за каждой управляющей компанией дома у которой в управлении они вносятся в их реестр лицензии о создании получения лицензии мы с вами говорили ранее в обучающих мероприятиях но если вы хотите с этим ознакомиться вы можете посмотреть наши видео уроки которые размещены на страничке в youtube квалификационного центра при министерстве энергетики жкх все эти тематики мы с вами уже в течение 22 23 года обсуждали кое-какие даже изменения по этому поводу направлялись от обратной связи от вас но суть не меняется основной документ который которым нужно руководствоваться при подаче заявлений для внесения изменений в реестр лицензии это у нас 938 приказ министерства строительства российской федерации он действует достаточно давно уже в него вносились некоторые изменения последний если не ошибаюсь 2020 году но с 14 года данный приказ действует и на него нужно смотреть внимательно и понятно что в управляющих компаниях те специалисты которые занимаются вот именно этим вопросом но это для них практически настольная книга жителям нужно при подготовке тоже пакета документов ознакомиться с 938 приказом для того чтобы понимать правильно мы проведем общее собрание научились мы проводить общее собрание все больше правильных собраний все больше проведенных собраний в системе гис жкх по средствам онлайна здесь в этом направлении работа ведется но все таки по статистике остается очень много ошибок в соответствии с 938 приказом одна из самых важных таких часто встречающихся ошибок что в принципе не понимают те люди которые несут протоколы с приложениями в государственной жилищной инспекции для регистрации потому что мы должны понимать с вами мы можем туда протокол направить а для хранения он не это значит тот протокол который не несет никаких либо изменений они вниз от него не происходит это одна история а если требуется внесение изменений в реестр лицензии то здесь нужно подготовить пакет документ шить этот пакет документ шивка должна быть оформлена председателем общего собрания которые вот эти документы направляются часто это у нас оформляют и прошу прощения и директора управляющих компаний и председатели совета дома председатель собраний должен эту шивку последним подписывать это очень важно почему важно потому что извините вы направили документы в надзорный орган неправильные а как вам их потом изменить обратно документы вам оттуда не возвращаются и это целая проблема когда вот в простой образно шивки либо недостающего документа недостающий документ это еще вопрос решаемый там заявление уходит на приостановку и в течение приостановки сопроводительным письмом вы можете направить недостающий документ который не хватает да там по каким-то либо причинам он не был там так вот это вот еще исправимая история а если вы вот шивкой сделали так это намного сложнее давайте для демонстрации экрана откроем 938 приказ чтобы вам тоже было наглядно видно приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 25 декабря 2015 года как раз после того 14 года когда пошло у нас лицензирование стали разъяснительные документы вот и с ним в принципе ну внимательно ознакомиться он достаточно читаемый документ небольшой и вот как раз на удивление этого возникает вопрос почему принципе достаточно много ошибок требования не меняются они остаются прежними но об изменении требования чуть чуть дальше мы с вами переговорим и так вот такая практическая который часто ошибка пошивки по вроде бы такой неважный неважный момент но извините он четко прописано в приказе требования закона обратите на это внимание проводить общее собрание я знаю как это нервно это как сложно это длительно и в итоге всю вот эту работу смазать на какой-то шивки но это просто максимум невнимательности поэтому здесь при подготовке документов будьте максимально внимательны четко следуйте приказу и все это потом сшивается и направляется в орган надзора второй момент ладно хорошо мы документы на бумажном носителе куда бедно собрали собрали качественно все полностью шили все замечательно отдали в государственную жилищную инспекцию и забыли о том что системе государственной информационной системе тоже информацию это нужно размещать часто случаи когда туда в оригиналы документов направляется только в государственную жилищную инспекцию и здесь если вы предварительно не сделали скан копии бюллетени голосования если у вас не остался протокол протокол еще может быть как-то восстановим да там людей секретаря председателя заново подписать а бюллетени голосования они ушли в государственную жилищную инспекцию а вы должны скан образа разместить государственной информационной системе и здесь вообще просто получается полный тупик когда такая ситуация произошла обязательно когда мы получили до обратную связь от жителей мы все документы сканируем оставляем у себя бюллетени голосования дома у нас бывают разные тогда 50 квартир 100 квартир 500 квартир а собственников еще больше может быть где 500 квартир там по два собственника может быть и тысячи бюллетеней понятно что система тысячи файлов подкреплять она не примет есть программки которые объединяют там 10 500 сколько у вас файлов там pdf их будут отсканированы в один файл длинный такой все подряд они будут идти и это нужно сделать нужно объединить все эти файлы в один файл это в поисковике он на яндексе забиваете пожалуйста там объединить файлы и вы тут вам выдаст вам онлайн программку которую можно воспользоваться это все нужно сделать до подачи документов государственную жилищную инспекцию после того когда вы подводите результаты общего собрания вы понимаете чтобы кором набрали что у вас решение реализуются все документы которые у вас есть нужно отсканировать может быть еще дополнительно сделать копии это лишним не будет зависимости от ваших возможностей но скана должны быть заливаете это все в систему подаете на бумажных носителей и тогда только скажем так вот в целом своевременно нужно это сделать да там в течение 10 дней после проведения общего собрания вот это вот все необходимо сделать максимально оперативно дальше зашли документы в орган надзора в управление лицензирования если это вопрос как раз внесения изменений в реестр лицензий пойдет первая процедура первая процедура сроком до 10 рабочих дней вот мы все время путаемся спрашиваем почему так долго что они в это время делают но у нас на территории там более 20 тысяч квартирных домов кто-то на непосредственном способе кто-то на тсж кто-то на при способе управления управляющая компания но все они требуют внимания все требуют должного контроля какие-то организации больше какие-то там тсн тсж меньше но все-таки 20 с лишним тысяч на квартирных домов и для этого того чтобы вы не сегодня ваш пришел документ и он должен был максимально рассмотрен там день 2 нет законодатель нам говорит сроком до 10 рабочих дней рассматриваются здесь вот нужно понимать рассматриваются ваши документы которые вот вы разместили в системе гижи кх и на бумажных носителях предоставили государственную жилищную инспекцию вот эти документы смотрятся в полном ли объеме они размещены вот как раз смотрят на бюллетени а то прикрепит 1 2 3 бюллетенчика и что можно на основании какие выводы сделать никаких здесь скорее всего как минимум приостановка то может быть и отказ в девятьсот тридцать восьмом приказе основание отказа основание приостановки все указано можно ознакомиться мы сейчас возможно до этого дойдем дальше итак смотрят на ваши документы все ли вы в системе правильно разместили все ли бюллетени там находятся договор управления подписан ли надлежащим лицом часто история да вроде бы у нас решение состоялось 50 плюс 1 проголосовали там за смену управляющих компаний за доверие скажем так у полномочия никого-либо из собственников подписать за всех договор управления к ворум не хватает и здесь должен предоставляться реестр подписавших договор управления часто история по которой в принципе отказываются подписала получается ненадлежащее лицо у него нету полномочия он не получил полномочий по общему собранию вот такие истории часто встречаются на это стоит все обращать внимание если же набрали к ворум до договор управления о договоре управления мы с вами тоже говорили здесь нужно это тот основной документ который между управляющей компанией жителями на и вы должны внимательно до проведения общего собрания понимать условия договора управления на какой срок и не только там на какой срок там очень много позиций которые вас потом в рамках взаимодействия будут интересовать и вы должны предусмотреть заранее поэтому можем использовать модельный договор управления я думаю мы все таки в следующем году его вначале немножко соактуализируем в этом году он уже помог и жителям и управляющим компаниям там части по газу не внесения изменений я думаю дальше эту работу будем вести для всего рынка управляющей компании вот это все там должно быть договор управления надлежащим лицом подписаны все бюллетени о уведомлении о проведении общего собрания часто не почему-то не прикладывают уведомлений в адрес действующей у к потому что вы должны же уведомить действующей управляющей компании о том что решение по их смене состоялось обязательно это уведомление ближайшим образом должно быть направлено желательно отфиксировано что получено и все вот это вот вливается в систему и подается на бумажных носителей десятидневка проверяется ли все ли вы сделали четко в соответствии с 938 приказом если вы сделали все верно или допустили скажем так не самую грубую ошибку тогда вы скажем в большинстве случаев ваши документы уходят на приостановку но вряд ли управляющей компании какая-либо сразу же у себя в течение 10 дней после вашего уведомления когда вы ее направили в нее сразу же не разобравшись снимет дом у себя с лицензией будет тянуть время смотреть и разбираться может быть и проводить какие-то альтернативные общие собрания знаем что это практически так и бывает от земли не оторваны вот но возвращаемся все-таки к нашей теме 10 дней проверили ваши документы все замечательно все верно замечаний нету уходит на приостановку на приостановку по причине и возбуждается проверка в адрес действующей управляющей компании по части 198 часть 2 и ну чтоб понимание было простое спрашивают у действующей управляющей компании орган надзора уважаемые управляющая компания действующая вы по каким причинам у себя из лицензии не исключили данный дом данный многоквартирный дом потому что на нем прошло общее собрание на нем набрался к ворум и принято определенные решения по смене там либо способы управления либо управляющей компании вам вы были уведомлены вот письмо у нас здесь есть о вашем уведомлении почему вы не сняли у себя из реестра лицензии вот на эту проверку законодатель дал срок до до 30 рабочих дней мы говорили уже да тут с одной стороны о том что куда такая длительная проверка все можно это сделать максимально оперативно сколько уже предложений давали по этому поводу сократить возможно срок потому что переходы очень долго осуществляются и тут извините решение приняли весной а к осени в лучшем случае заходим а тут уже отопительный сезон когда мы за год за летний период не смогли какие-то работы даже сделать но разные ситуации есть долгий срок и в итоге что у нас получается 10 плюс 30 рабочих дней и это 40 в месяц и у нас рабочих дней там 20 22 это по два месяца на проверку на регистрацию документов в данном случае примерно в среднем и уходит чтобы должны понимать что быстрее вряд ли получится внесение изменений я вам единственно сказал оговорку разная бывает ситуации законодатель позволяет рассмотреть раньше 30 дня но это при возможности если есть но у нас столько протоколов все идет и идет в адрес государственной жилищной инспекции на территории самарской области и пока нету вообще по какой-то ближайшей перспективы по но по уменьшению этого потока хотя об одном моменте мы должны с вами сегодня обязательно сказать вот надеемся что может быть немножко спадет вот этот вот спад с учетом изменений законодательства после 15 августа вступил в силу закон который говорит нам что мы с вами можем сменить управляющую компанию если мы ее выбрали то год мы ей даем работать это нормально действительно для того чтобы понять качественно ли вам к вам партнер зашли в дом они должны отработать по всем периодам лето осень зима весна в каждый период есть свои задачи если там летний образом там летние это ремонтные работы там зимние это конечно же там пуск тепла подготовка весна осень и так далее каждый в каждый период есть свои задачи как с этими задачами справилась управляющая компания конечно же можно оценить правильно только по результатам проведенного года норма достаточно нормальная но суть такая что сейчас в течение года сменить управляющую компанию если после 15 августа у вас проходило общее собрание ну достаточно сложно и практики таковой еще пока нету закон только вступил 15 августа вот сейчас управляющие компании которых выбирают после 15 августа год их сменить другая ука может только пред доказав о том что и жить совместно жителям конечно о том что они надежащим образом исполняет не исполняет договор управления опять же увеличивается роль договора управления предоставляются определенные акты разъяснения минстроя получены там по 416 по 354 постановлению акты предоставляется государственную жилищную инспекцию понятно что рассматривается были ли обращения по данному адресу и так далее но этот процесс совсем не быстрый расторжение договора согласно гражданского кодекса это вообще серьезный процесс здесь в принципе тот же самый договор договор управления мы забываем о том что у нас все что связано с договорами это принципе регулирования гражданского кодекса не только жилищного кодекса и здесь гражданский кодекс находится в приоритете перед жилищным кодексом по иерархии документов ладно не будем уходить в глубокую юриспруденцию мы говорим о том что после 15 августа если решение собственниками принято в течение года можно сменить способ управления например с управляющей компанией на тсн это возможно либо нужно доказать что управляющей действующей управляющей компанией не выполняет условия договора управления надеемся что сейчас но разумно предполагать да что год дается управляющей компании управлять что в течение года будет скажем так меньше нападок со стороны недобросовестных ука которых не выбирали жители не хотят видеть в своем доме либо это может быть какая-то прежняя управляющая компания которая не хочет чтобы дома от них уходил и вот эта борьба возникает на несколько месяцев а то и лет то данный нормативный документ как раз эту историю ограничивает вот как это может быть повлиять на количество проведения количество проведенных общих собраний на количество регистраций их на ту работу которую ведет орган надзора вот в части внесения изменений в реестр лицензии вот вот эти вот моменты надеюсь позволит разгрузить разгрузить орган надзором но нас на данный момент в общих собраний проходит но никак не меньше сейчас у нас проходит общее собрание связанность газом многие управляющие компании воспользовались не знаю здесь как бы не мог нельзя делать акцент с отрицательной либо с положительными акции это красками вот воспользовались проведение общих собраний внесение изменений в договор управления утверждение договора в новой редакции сейчас вот происходит это нужно сделать по газу если кто-то не использовал там модельный договор управления из управляющих компаний по факту заключение нового договора управления после 15 августа и он уже становится таким коренным договором извините здесь даже не было выбора да но в течение года сменить сложно эту управляющую компанию скажу что совсем невозможно но законодатель дает возможность да там акты и так далее но сменить достаточно сложный и скажу опять практики пока еще нет по всей территории российской федерации она только формируется нормативно-правовая база только извините начала работать вот с конца лета этого вопросов достаточно много еще остается нам на разрешение будем смотреть за этой ситуацией но и сейчас уже смотрим и где-то для того чтобы исключить эту борьбу возможного до излишнюю когда дом раздирают между двумя ука ничего хорошего для дома нет в управлении он начинает хромать плохо готовится к зиме и и так далее так далее ну конечно один месяц одна управляет другой месяц другая здесь может быть закрепление как раз перезаключение договоров управления на новый срок выход в этой ситуации везде нужно смотреть индивидуально и самое главное на чувствует сделать акцент общее собрание это решение собственников они выгодные решения для управляющей компании все вопросы которые ставятся на обсуждение на общее собрание конечно должны если это инициируют собственники то если у вас нормально управляющая компания с ней нужно быть в диалоге с ней нужно согласовать с какие-то пункты не то что прямо сказали нет не надо нельзя и мы исключаем побежали и так и сделали нет обсудили возможно управляющая компания есть какие-то еще предложения здравые они предлагают может быть еще какие-то пункты пока мы проводим общее собрание их внести для того чтобы но извините общее собрание ежемесячно не будешь проводить вот она там два в лучшем случае раз это проходит на доме не более а вопросов много и много и законодатель в том числе нам добавляет их нужно решать нужно работать конструктивном диалоге между управляющей компанией собственниками и не управляющая компания не может знать что что лучше для собственников она может немножко как так как более осведомленное а с точки зрения законодательства там профессиональные до специалисты могут подсказать порядок работ на доме но это все нужно делать с обсуждение жителями это все-таки дом это наш дом от крыши до подвала со всеми коммуникациями которые внутри за которые мы ответственны в которой мы возвращаемся ежедневно в котором мы хотим чтобы было комфортно и безопасно проживать так мы хотим и так и будет надеюсь что в ближайший год планируется серьезные изменения опять у нас по законодательству мы будем держать вас в курсе а именно в части управления мкд не будем анонсировать то что сейчас еще только обсуждается но достаточно серьезные изменения в части управления мкд по лицензированию по саморегулированию буду следующем году на сегодня может быть есть у кого-то вопросы 938 приказ читаем внимательно основной документ но у меня для вас есть в этом году наверное крайне мое мероприятие по вкс точно у нас еще запланированы мероприятия а по вкс у нас крайне у меня не хочется пожелать вам в новом году чтобы были здоровы чтобы были счастливы чтобы проблем в сфере жилищно коммунального хозяйства стало меньше чтобы мы победили это будет именно так почему-то меня полная уверенность что это будет следующем году она наверное это знать только бойцам кто на передовой и нашим главнокомандующим очень хочется чтобы мы быстрее победили чтобы наши герои вернулись на сегодня это все спасибо всем присутствующим спасибо всем тем кто посмотрит данное мероприятие в записи до новых встреч до свидания и и Продолжение следует...